всем привет доброе утро мы уже домой идем я сегодня представляете заходит почтальон и говорит тебя там будет посылка лежит уже давно ты говоришь и не помнишь что ли а я и правда не помню что никакой там посылка есть его нет он при мне позвонил на почту и говорит есть там для такой-то посылка вот я там ее отложил туда-сюда но ему ответили да он говорит ты говорит за эти забери ее представляете сам зашел там посылка конветка пусть и не знаю что там за конверт наверное не нижние не важные такое какая-то фигня но все равно что он зашел вспомнил год я перекладывал вспомнил что это для тебя знает моего имя представляете моими как бы для них сложновато выговаривается вот и прям приятненько так стало что вот и у меня клиентка была я говорю обалдеть смотрите какой-то морю молодец какой у меня типа машину мужа терапом и ну вроде как чисто но уже опять в пылище вообще смотрите 5 пылище в общем пойду посылку посмотрю дело в том что там все перерыто не перерыто а асфальт кладут и к аптеке ой к аптеке к почте не подъедешь не знаю сейчас как как туда добраться до нее сегодня в объезд перри я каждое утро приезжаю мимо почты ну вот сегодня надо было объезжать потому что там асфальт клали поэтому я не знаю посмотрим тоже машину далеко не могу оставить потому что это чудо у меня в машине сидит а сейчас уже жарко чтобы его в машине оставлять дуб эти губки оставлю на лбу да я столь вот так с губами что-то у меня как не видно губ вот с губами будет ходить как всегда вот почта простояла минут 15 чтобы забрать вот этот вот он тут лежит уже наверное месяца два но забрала отстояла очередь это по моему что-то мужу я заказывала честно рыба моя видеть ему так окошки ставляю открытый и он там ему хорошо по моему я даже дверь оставила открытый да не зарко тебе живите нет тут прохладно в тенечке моя сладкая пойдем домой кушать лежала себе лежала даже прики марила маленечко но блин чарли меня замучил он на улицу туда выбегает на балкон сюда и в общем он меня разбудила говорит хватит спать пошли гулять время уже гулять не пора идти гулять так что я переодеваюсь свою спортивную с одежду и идем гулять сейчас правда тарелку уберу нет муж и он естественно с тобой не убирать надо надо мы уговорить погода у нас хорошая цветок все-таки мне кажется надо пересаживать он вялый видите прям вялый хотя земля сырая а я так вот хочу просто вот пожалуйста он это сразу прям такой плотный стал в общем погода замечательная здесь дети просто играют где-то ходят у нас здесь машины редко ездят поэтому но нет там дети и тут тоже на велосипедах ездит там вообще у нас закуток такой есть что там никого нету в общем они здесь мячик играют бегут прыгают чарли за ними наблюдает гавкает за ними и вот он такой ходит убегает ко мне уже раза три подбежит полежит меня типа там играют а я-то лежу ну ты чё ну ты чё ну вставай уже пойдем гулять ну ну хватит уже лежать то так вот не полежишь блин захочешь да и не фигушки пошла переодеваться совсем не боится смотрите черепаха видите смотрите мой носок это наверное в прошлый раз ее фотографировал мужик она видимо какая-то ручная может быть кого-то дома жила и знаете ее принесли сюда и она не боится людей я так думаю все поплыла вот там было поменьше черепаха может быть ее дети видите какая нифига не боится обычно черепахи боятся этого плывет себе и все и пофигу ну как плывет кстати вода не грязно видите как еще ее не видите и и мальки подросли здесь мальки и малючки там прям чуть кто-то плескается я люблю всякие вот эти а это тут селезень и тоже в компании черепахи вы ее не увидите но она там есть вот видите селезень и вот там просто такое так отражается прям тому черепашка тоже маленькая красиво вообще красота липота и тут вот собака бегает бешеная почему бешеная тут такие круги наворачивала я еще одета так смешно сегодня вообще делал вот эту майку свою спортивную розовую и поняла что у меня нет штанов которые обоста они как бриджа постоянно хожу на не спортивные они у меня в стирке я совершенно забыла так как выходные ты не гуляла в спортивном и пришлось одеть вот эти вот смешные цветочек шорты представляете ну пускай ноги загорают ведь вот иду в шортах в кроссовках и спортивной майке а мне магазин надо еще здесь зайти очень ножка даже забыла сейчас темная редкость стираем поэтому яркие цвета чарли да и хватит тебе там он не любит такого знаете напора на него чтобы к нему приставали сильно прям дасту сильно и начинает тихо видеть и этот бежит за ним он не любит такого напора он любит одиночество одиночество сволочь одиночество сука красота сейчас зайду от в этот магазин она пила бритву надо мужу купить а то ему бреться нечем тут собаками ну как можно никто в принципе не запрещал поэтому я его всегда на руки беру венте и посмотрим сейчас рубрика мотоцикл по ныне там продолжается то есть вы видите мотоцикл никуда не уехал он так и стоит благородно занимая почти два места для машины по улице вообще невозможно ходить и разговаривать потому что у нас в эти выходные выборы местные выборы ну как они по всей испании но выбираются партии в местную мэрию мэр и все такое и вот они ездят машины разные с вот этими вот громкоговорителями на крыше и нас освещают о том что вот они самые лучшие самые классные голосовать надо именно за них и вот парт партии наверно 5-6 есть может даже больше этих в принципе не знаю и вот они все вот эти вот машины ездят это пипец какой то так громко ой не могу купилась или полкило черешни как всегда зашла зашла взяла ты уже знаешь моя раба раба говорю в общем надо отключаться иначе как я открою дверь вот кстати проберет и вот таким он пользуется бритвами ну пользуется я ему покупаю вообще мужу я ему все сама покупаю все что нужно человеку покупаю ему я одежду трусы майки брюки повелось это у нас давным давно я как-то рассказывала у себя во влоге снимала тоже как он меня повез однажды в мой нелюбимый магазин корт инглес кстати у меня подруги тоже его не любят мы что-то разговорились вот повез меня типа купить что-то ему ой мне подарок там это уже было еще в прошлом веке наверное но нет я шучу и я там короче мне как всегда ничего там не понравилось но зато я ему набрала вешматья он офигел сказала что это вообще первый раз такое в жизни чтобы он повез там ну типа девушку да куда-то в магазин она взяла и все накупила не себе а ему и вот с тех пор у нас наверно повелось что все все что ему нужно покупаю я могу по магазинам я люблю одна ходить он вообще терпеть не может по магазинам особенно по тряпочным ходить это вообще пипец как ему не нравится поэтому зачем мучить все размеры я знаю обуви знаю поэтому поэтому так у нас даже бритву он даже не знает какая бритва он пользуется если сказать купи иди сходи и сам купил он он просто скажет а какую дезодоранты все это покупаю я а у вас как муж сам любит ходить на шопинг сам любит покупать или все-таки женщины нам женщинам доверяет у нас вот доверяет было пару раз что я покупала не те не тот станок потому что станки разные а их огромное количество но можно отнести и поменять ладно буду снимать одежду потому что мне очень жарко а еще я сегодня досмотрел игру престолов и осталось немного в шоке как на как я поняла в шоке остались не только я но я не особый любитель как бы игры престолов но все-таки я благодаря моей подруге испанки и как типа клиентки но на все два в одном как она мне рекламировала он тоже сегодня приходила и тоже в шоке осталось от конца концовки от финала в общем я этот сериал в сериал ну да сериал же 8 там этих по 10 по 6 капитулов в общем ради смотрела ради мертвецов там мертвецы были да они шли я не поняла куда они делись в этом сезоне я думала может быть в конце я думала сам весь смысл отвоевать все эти королевства а у мертвецов что на них нападали мертвецы ну кто не смотрел пропустить этот острый вк раз уж так на то дело пошло так вот я ждала что эти мертвецы придут и будут воевать с живыми за землю ничего такого не произошло это вообще что было и сказали что продолжение не будет в общем я не поняла кто из вас тоже смотрит этот сериал и скажите вы вообще тоже наверное в шоке потому что я что-то я смотрела смотрела все ждала ждала когда придут этим ну все они уже битва у них все они там отыграли победили выиграли думаю ну когда уже придут осталось 10 минут думаю за 10 минут мертвецы все придут и и продуют или как это они так и не пришли я вообще в шоке очень пипец какой-то в общем знаете чтобы ждать два года чтобы посмотреть вот такую ерунду не стоит вообще ничего и вот она мне говорит вот типа фанны будут протестовать они там пишут петиции я говорю мало того что два года ждать я уже забыл про чё там вообще весь этот сериал вот и она горит надо было с на заново посмотрите ага больше вы мне делать нечего как смотреть один сериал по два по пять раз может быть это и было задумано на на это но извините не для меня ягура не бы хотя бы какую-то серию придумали где вот рассказывается о тех сериях которые были до чтобы хотя бы память немного освежить нифига я там сидела была пол серии 4 вспоминала как говорится ху из ху то есть кто из кто потом а все остальные 4 серии ждала когда придут мертвецы и в этом показали мертвецов только блин две секунды в общем вообще какой-то бред нафиг его вообще смотрел не могу да моя лапа ты спи если здесь сейчас я знаете что я хочу нам на новый год может в китайском ресторане отмечали кто не смотрел видео у меня есть видео как на новый год отмечали так вот нам на новый год давали личи в подарок там еще алкоголь давали в подарок но алкоголь мне не нужен и все это находилось у они и вот она нам когда воскресенье привезла отличие я сейчас хочу попробовать отведите продукт счи из китая тут мало калорий я покупала уже в лидере и чили мне очень понравилось и сейчас хочу тоже похавать а потом еще черешни куда кстати положила не знаю надо искать стук кто кстати не видел вот так выглядят личи да вот такие вот они как типа вишенки но очищенные вот в таком виде ничего так вкусный как говорится с пивком пойдет вот такой у меня ужин что-то мне кажется по полкило надо уже по килограмму брать а то что-то я вот выложила и там осталось совсем не туда и не сюда тем более она дешевеет с каждым часом что ты снятся пришел на идее иди скажи всем пока привет что ты там на день но не стесняйся но не стесняйся а он знаете что пришел я черешню я и он пришел ее есть ты жива такая моя сладкая вот ну чё ты все на камеру вот показуха какая показуха у него показуху на камеру да на камеру показуха какая показуха на камеру все 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 показал какой он любвеобильный мой шо это у тебя тут колючки какие-то на тебе как гулял наверное колючки на тебе да колючки на тебе мою рожа вот что хотел сказать новый поворот сейчас буду это погоду смотреть хотя погода намечается прекрасная антициклон надвигается будем на это надеяться сегодня прям вообще замечательно вот так вот как всегда не ветра не жарко не холодно так я люблю ну правда уже на пляжах надо ехать загорать ноги конечно белые даже синим отливом у это пипец какой-то ну да ладно все это будет все это наступит все это будет будем еще жаловаться на жару но на сегодняшний день я хочу с вами попрощаться до завтра всего вам самого наилучшего и всем пока